Баски, а тату? Это не смотрение в Думу, а просто заявил на радио. Это раз. А два, это то, что Геннадий Григорьевич очень сильно бы удивился, если бы вдруг заседание Госдумы назначили на жаркий летний денек, а кондей сломался, а двери заклинили, и тут все массово начали раздеваться, ну, потому что просто, чтобы обморок не упасть от жары исключительно. И вот тут политика бы окрасилась цветными красками. If you know what I mean. На самом деле, не наше дело, что они там друг от друга скрывают. Наше дело с вами разобраться в ситуации полностью. В мировой практике уже случались такие истории с запретами татуировок. Если вам интересна эта тема, напишите мне в комментариях, и я запишу отдельный выпуск на эту тему, и освещу, собственно, запрет в разных странах, и чем это все закончилось. Ну, а мы сейчас разберемся, что же за тезисы выдвинул бывший главный санитарный врач России. По его словам, нанесение татуировок может привести к возникновению смертельно опасных заболеваний. Цитата. Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, потенциально опасно. Любое инородное тело, оно может спровоцировать все. Буквально все. Я считаю, что главное рептилоидов не спровоцировало. Ладно, серьезно. Начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом, заявил Геннадий Григорьевич. Давайте по очереди. Гнойные осложнения. Очень жаль, что стереотипы прошлого века все еще живут в сознании наших политиков. Во-первых, для того, чтобы начались гнойные осложнения, нужно, чтобы появился гной. А для того, чтобы появился гной, нужно максимально небрежно относитесь к выбору салона и мастера по татуировке, кто вам ее будет наносить. Если вы вдруг увидите салон с надписью «Кабачок на Калибне Парточок», наверное, не стоит туда идти. Ну или хотя бы узнать какие-то отзывы, посмотреть, что там происходит. Это то, о чем я бесконечно говорю вам на этом канале. Очень тщательно выбирайте и салон, и мастера. На самом деле, тату-индустрия находится под максимальным прицелом. Именно потому, что некоторые люди просто не понимают стремления других людей украшать свое тело рисунками. А все, что как бы не наше, оно все нам чуждо, поэтому это надо заклевать и затыркать. Плюс вот эти слухи по поводу гепатита, ВИЧ и так далее. Конечно, это было, но это было в 50-х годах прошлого века, когда тату-индустрия только зарождалась, никто ничего не понимал. Сейчас она выросла до такого уровня, что все производители тату-оборудования, тату-расходников сделали все для того, чтобы весь расходный материал был одноразовый. Естественно, все мастера, которые дорожат своей совестью и репутацией, очень тщательно следят за дезинфекцией и стерилизацией. В семье не без уродов, поэтому в каждой профессии есть недобросовестные исключения. Точно так же, как и среди мастеров по маникюру, например. Но мы же не запрещаем маникюр в масштабах России. Хотя у некоторых пальцы ампутируют из-за гномерных осложнений после неудачного маникюра. Вы слышали историю о косметологах-самоучках, которые колят где-то в Макдональдсе в туалете препараты в лицо и потом непонятно, что с лицом. Эти случаи не характеризуют индустрию в целом. Здесь речь скорее о безответственных специалистах. Вторая часть его высказывания про онкологический рост. Сразу вам заявлю, ни одного доказанного исследования на эту тему не существует. И так совпало, что буквально через пару дней мы выпускаем на этом канале выпуск о том, вызывает ли копировка рак. Будем говорить с онкологом, с пациентом. Они все расскажут вам об этом подробнее. Поэтому не забудьте нажать колокольчик и не пропустить этот выпуск. Он будет интересный. Следующая цитата. Такой вид самовыражения неприемлем, и его нужно запретить. Вопрос от меня неприемлем для кого? Ответы пишите в комментариях. А еще Геннадий Григорьевич очень обеспокоен будущим молодых женщин, увлеченных примитивной туземной модой. Я думаю, туземцы очень бы удивились, если бы они узнали, что они законодатели моды. Вот еще моя любимая цитатка. Дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с сарабесками. Еще хуже, с какими-то чудовищами, которые они сплошь рядом рисуют. Это более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем, добавила Нищенко. Ну, возьмем для начала первую часть этой фразы про женщин и прикроватный коврик. Коврик. Женщина-кошка, если женщина-коврик, вот у него, видимо, в мечтах у него. Ну, 2020 год, товарищи, вот где интеллектуальный кризис. Это когда политик на открытую общественность женщину сравнивает, соответственно, с ковриком и вообще говорит о том, что какая она вот в его понимании должна быть. Возможно, он как-то тесно общается с Дмитрием Смирновым, который, собственно, нам рассказывал про гражданские жилы. Но на самом деле пугающе. Грустно, что в этой же фразе есть что-то про духовность. Вряд ли кто-то понимает, что духовность – это про принятие, смирение, принимать человека таким, какой он есть, а не пытаться его изменить и запретить что-то. Ну да ладно, там было еще много смешного про эндокринную горячку и про избыточное количество половых гормонов. Что бы он сказал, если бы узнал, что огромное количество людей после 40 сейчас забиваются и чувствуют себя наконец-то счастливыми, свободными и вообще. Многие из них делают именно духовные татуировки, которые помогают им развиваться дальше. А еще есть одна расхожая фраза. Иногда самые приятные люди, которых вы встречали, покрыты татуировками, а самые плохие и безнравственные – те, которые ходят на службу по воскресеньям. В этом и есть суть. Главное не то, что на поверхности и тот вид, который ты хочешь произвести. Главное, какой ты человек внутри. К сожалению, интеллектуальный кризис для меня – это когда человек живет в своих застарелых убеждениях и даже не пытается хоть немножечко, хоть одним глазком взглянуть на мир другого человека, прежде чем пороть горячку ту самую на всю страну. А самое смешное в этой истории – то, что в столице этой страны – городе Москва. Буквально на днях 3 марта открывается огромная выставка в Пушкинском музее, посвященная татуировке. Итак, Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина совместно с Парижским музеем на набережной Бранли именно Жака Ширака представляет выставочный проект «Тату», посвященный искусству татуировки. Ранее этот проект был представлен в крупнейших мировых музеях, так что будет очень интересно. Ковры подтягивайтесь. И второе, не менее важное мероприятие для расширения вашего кругозора. 4 и 5 апреля в Москве будет проходить 18-й Московский фестиваль татуировки. Для того, чтобы изучить все подробности, можете тыкнуть ссылочку, которая будет в описании к этому ролику. Там же есть продажи билета и так далее, как пройти, куда ехать, что будет. А самое главное – там будет будка, баски, атаку. Так что у нас есть шанс познакомиться, а еще вы сможете познакомиться с огромным количеством крутейших мастеров, посмотреть на их работу вот так вот близенько, поспрашивать их клиентов, как все происходило, и вообще погрузиться в тату-культуру, так сказать, по шапочку. Так что приходите, а видео лайкайте, комментируйте. Комментируйте.